20 апреля 2012 года. Екатеринбург. Уральский оптико-механический завод. Делегация во главе с зампредседателя правительства Дмитрием Рогозиным проходит по современному механообрабатывающему цеху. Никакой грязи и пыли. Новое производство – это работа роботов. Люди только следят за процессом и задают программы. Уральский оптико-механический завод. Входит в число старейших предприятий России. Основан в 1850 году. В советское время начинает выпускать военную продукцию и становится засекреченным. По сей день завод является закрытым. Уникальными считаются его системы наблюдения для авиации нового поколения. Но сегодня главная задача у ОМЗ – стать предприятием, одновременно производящим продукцию военного и гражданского назначения. Последнее, к слову, должно увеличиваться ежегодно на 20%. Мы в режиме онлайн практически видим, как у нас окупается это оборудование. То есть коэффициент загрузки – это полноценные три смены. А это микроэлектронное производство. Здесь выпускают платы для приборов, производимых на предприятии, в том числе для современной светодиодной светотехники, способной работать десятилетиями и потреблять минимум электроэнергии. Также на оптико-механическом заводе собирают новейшее медицинское оборудование. Оно в разы дешевле зарубежных аналогов, не уступая ему по качеству. С 2008 года Екатеринбургское предприятие становится частью госкорпорации Ростехнологии. Сегодня завод входит в холдинг оптические системы и технологии. По итогам 2011-го благодаря этому сотрудничеству у ОМЗ получил заказов на 3 миллиарда рублей. У уральского предприятия 16 филиалов в России и 3 за рубежом – в Швейцарии, Китае и Белоруссии. В начале этого года у ОМЗ заключил контракт с правительством Москвы на поставку медицинского оборудования. В столичные роддома завод поставил 103 неонатальных инкубатора и другое оборудование. Цикл производства смешанный, без военной продукции не обойтись. Многие цеха строго засекречены, поэтому прессу дальше порога не пускают. На заводе делают уникальные оптические системы для военной авиации. Точность каждого прибора обеспечивают на атомном уровне – до нанометра. Можем изготавливать оптику из различных оптических кристаллов, таких как германий, кремний, фтористый кальций, в том числе асферическую оптику, что довольно уникально. Во время визита не обошлось без запуска новой производственной линии. Рогози нажимают кнопку для старта нового роботизированного литейного производства. На заводе уверены – проблем с заказами у них не будет. С точки зрения заказов мы себя неплохо чувствуем. Конечно, нам все время их не хватает, хочется больше. Но портфель заказов у нас подписан на пятилетку вперед. Мы знаем, что должны делать. Мы очень интенсивно развиваем гражданское приборостроение. Сегодня главный вопрос для многих заводов – что развивать и модернизировать, а от чего отказаться. Понять это без связи федеральных властей с крупными заказчиками невозможно. Тем более в успехе заинтересованы и те, и другие.